В этом видео мы рассмотрим еще один способ создания фона на блоге. Это с помощью картинки, которая повторяется и по горизонтали, и по вертикали. Для такого фона используется картинка, которая стыкуется правый и левый край, плюс еще верх и низ. Давайте посмотрим на примере, как это можно использовать. Переходим в настройки шаблона, стиль блога. То есть мы сейчас оформим фон вокруг блога в виде такого вот повторяющегося фона. Фон вокруг блога. Загружаем картинку. И я подготовила заранее изображение, которое мы можем повторить по горизонтали и по вертикали. К примеру, давайте посмотрим вот такое изображение. Это квадратное изображение 225 на 225 пикселей. Здесь стыкуются левый с правым краем и верх и низ. Нажимаем выбрать. Далее выбираем в настройках повторять все. Далее здесь расположение не имеет значения. Сверху по центру, снизу по центру, неважно. И прокручивается. Размер должен быть обязательно исходный. Далее, чтобы у нас эта картинка была видна, нам необходимо убрать фон внутри блога. Либо второй вариант оставим белый, но сделаем ширину блога на 1100 пикселей, например. Сохраним изменения. И обновим страницу. Как видите, фон у нас появился с левой и с правой стороны. Очень хорошо с помощью таких фонов создавать такие уютные блоги. И также можно украшать блог на какие-то праздники, например. Если вы найдете картинку под Новый год, то вы можете тоже вот так вот красиво оформить. Давайте еще на примере посмотрим, какие можно использовать фоны. Загрузить. И я загружу заготовленные заранее картинки. Ну, вот, например, вот такой вот бэкграунд. Здесь не видно четко фактуру, но здесь что-то есть. Какая-то рябь. Картинка 50 на 50 пикселей. И также ее можно повторять. Ну, здесь не очень понятно, что здесь нарисовано, поэтому пойдем дальше. Например, вот такая картинка. 530 пикселей на 150 пикселей. Давайте попробуем ее сохранить. Выбрать. И повторять все. Сохранить изменения. И обновить страницу. Вот такой вариант получается. Очень хорошо такие фоны смотрятся, когда у нас блок сделан в таком стиле. 1100 пикселей по ширине. То есть он располагается у нас по центру. И можно добавить тень. Также интересно будет, если мы добавим сверху отступ. Это мы сейчас все настраиваем в стиль блога. Отступ сверху. Ширина 100. 1100 пикселей. И тень вокруг. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Обновляем страницу. Замечательно. Давайте еще посмотрим какие-то примеры фона. Удалим этот. Загрузить. Загрузить файлы. Выберите файлы. И посмотрим, что у нас тут есть. Вот, например, такой. Имитация дерева. Открыть. Выбрать. Также повторять все. И сохранить изменения. Обновить страницу. Согласитесь, такой вариант фона гораздо интереснее, чем просто цвет. Также вы можете придать новогоднюю или любую праздничную атмосферу, если добавите повторяющийся фон. Допустим, если это Новый год, то, к примеру, можно повторить вот такую картинку. Такие обои. Опять же, повторяем. Сохраняем изменения. И обновляем. Согласитесь, фон очень просто поменять. Это, пожалуй, самое простое вот такое фоновое изображение и повторяющееся найти под какой-то праздник. Посмотрите, здесь у нас олень немножко сместился в правую сторону. Обратите внимание, здесь отображается центральная часть. Это потому, что у нас фон располагается сверху по центру. Если мы сделаем сверху, к примеру, слева, то у нас отобразится левая часть. Давайте проверим. Сохранить изменения. И обновить страницу. Замечательно. Таким образом, вы тоже можете управлять, какая часть картинки будет видна. Давайте еще посмотрим пример и заодно посмотрим, как искать подобные изображения. Сделаем, к примеру, фон для 8 марта. Откроем новую вкладку в браузере и наберем Flowers. И дальше добавим слово Pattern. Pattern по-английски это узор. Цветочный узор. Вот здесь даются уже сразу же картинки, готовые картинки, которые можно повторять по горизонтали, по вертикали. То есть повторять все. С таким названием, вот Pattern, вы можете добавить все, что угодно. Christmas Pattern, там, не знаю, Новый год Pattern, узор, да, Flowers и так далее. Любое название праздника и добавить слово УЗОР, Pattern. Итак, выбираем любой, какой нам тут нравится. Давайте попробуем вот этот. Копируем это изображение. Сохраняем его на компьютере. И попробуем использовать в виде фона. Удаляем фон вокруг блога. Загрузить. Открыть. Выбрать. Повторять все. Тут уже не важно как. И сохраняем изменения. Обновляем страницу. Ну, согласитесь, любопытно. Немножко нет стыковки сверху и снизу. Не очень красиво смотрится. Ну, не всегда, да. Не всегда они совпадают. Нужно искать. Не все картинки бесплатные. Какие-то продаются на стоках. Они, как правило, помечены водными знаками. Их видно. Но я в такой ситуации рекомендую следующее. Скачайте картинку, как она есть. Потому что достаточно, если вы не дизайнер, вам сложно представить, как это будет выглядеть. И покупать картинку, не зная, как это будет смотреться на блоге. Но это не очень, может быть, будет правильно. Поэтому скачайте картинку, как вы ее видите. Обрежьте то, что не нужно, чтобы, допустим, вот эти белые поля не были видны и так далее. Попробуйте, как это будет выглядеть у вас на блоге. И если вам очень нравится эта картинка, то покупайте смело на стоке. Вот такие есть тоже интересные повторяющиеся узоры. Так, ну какой возьмем, попробуем. Давайте вот этот. Сохраняем это изображение. Переходим в настройки. И загружаем. Выбрать. Повторять все. Слева по центру. Сохранить. Обновить настройки. Замечательно. Кстати, вот эту картинку можно уменьшить. Посмотрите, как у она гигантского размера. Я ее даже повторять тут не надо, она очень большая. Давайте я напомню, как уменьшать картинки в самом уже WordPress. Конечно, лучше это делать в Photoshop заранее. Но если так получилось, как у меня, то делаем следующее. Переходим в медиафайлы. Далее открываем картинку, которую мы загрузили. Редактировать. Да, конечно, она тут гигантская. И масштабируем. Например, делаем картинку на 150 пикселей. 150 на 150. Масштабировать. Закрываем. Далее переходим в настройки шаблона. Настройки шаблона. Стиль блога. Удаляем картинку. Загрузить. И берем ту же самую картинку, но уже в другом размере. Выбрать. И сохранить. Обновляем страницу. Да, вот так лучше. Искать узоры для вашего фона это очень просто. На самом деле гораздо проще, чем фоны, гирлянды, уголки, картинки и так далее. Берете любое ключевое слово. Любое слово. Например, джинс. Джинсовый узор. И вы здесь найдете массу вариантов на тему джинсы. Также вот текстуру можете взять. Паттерн деним и так далее. Дальше. Допустим, вуд. Дерево. Деревянный узор. Тоже здесь огромное просто количество деревянных узоров. Можете использовать металлы. Золото. Золотой узор. Тоже здесь очень много всевозможных вариантов. Здесь дальше предлагаются еще какие-то варианты. серебро. То же самое. Бриллиант. Тоже много. Звезды. Например, звезды узор. Звездный узор. Пожалуйста. Тут тоже масса всевозможных узоров. Небо. Трава. Грасс. Хат. Сердца. Вот голубые есть сердца. Дальше. Море. Тоже здесь, допустим, можно подсказки дополнительные. Это оушен. Узор. Океан. Водяной узор. Водяная текстура. То есть вариантов миллион. Дети. В общем, все что угодно. Любое слово пишите, которое вам подходит по вашей теме. И добавляете слово паттерн. Далее можете даже использовать какие-то национальности. Например, ацтек паттерн. Да, это вот узоры их национальные. Смотрите, здесь еще есть интересно. Вот такие узоры PNG прозрачные. Вообще, на самом деле, вы можете воспользоваться всегда инструментами. И здесь выбрать цвет прозрачный. И тогда вам будут показываться картинки в PNG формате. Это тоже очень интересный эффект. Сейчас я покажу, как вы можете его использовать. Также вы можете, кстати, здесь выбирать размер. Большие вам нужны, средние, маленькие. Тогда тоже Google немножко посортирует все это дело. Итак, давайте перейдем. Транспарент. Это прозрачные узоры. И возьмем любой из этих узоров. На самом деле, неважно, какой. Например, вот такой. Здесь какая-то текстура есть. И нам она подойдет. Сохраняем это изображение к себе на компьютер. Еще раз напомню, что оно прозрачное. И теперь делаем следующее. Переходим в стиль блога. Удаляем нашу картинку. И загружаем новую, которую мы только что скачали. Прозрачное изображение. Выбрать. И поскольку это изображение у нас прозрачное, то, соответственно, оно просветит вот этот цвет. Давайте поэкспериментируем. Оставим белый. Спустимся вниз, сохраним изменения. И обновим страницу. Итак, на белом фоне у нас появилась вот эта вот картинка. Теперь давайте сделаем синий. Синий цвет. Картинка вроде бы у нас кажется, что она серого цвета. Но она прозрачная. Сохраним изменения. И обновим страницу. И как видите, у нас поверх синего цвета появилась текстура. То есть через нашу картинку прозрачную просветился цвет. И картинка придала текстуру цвету. То есть не просто скучный цвет, а с текстурой. Давайте посмотрим разницу между с картинкой и без картинки цвет. Уберем сейчас картинку. Оставим только цвет. И откроем блок в новой вкладке. Чтобы нам было с чем сравнить. Итак, вот это вот просто цвет. А вот это цвет с текстурой. Такие текстуры вы можете разные выбирать. Здесь я смотрю, много прозрачных есть. Так, это не PNG. Ну вот, например, такая тоже прозрачная картинка. Давайте ее посмотрим тоже. И на синем же фоне сделаем новую картинку. Обновляем. И как видите, синий фон. И на этом фоне появилась текстура. Здесь даже лучше видно. Вот, допустим, просто цвет, а вот это с текстурой. Давайте сделаем другой цвет. Для примера, красный. И обновим страницу. Как видите, тоже появилась текстура. Вот таким образом вы можете создавать фон. Но я сейчас показала только фон вокруг блога. На самом деле, вы таким образом можете создавать фоны абсолютно во всех элементах. И в шапке, и в контенте. Вот, допустим, мы еще контент ни в одном видео не разбирали. Давайте вот посмотрим. Вот в область контента. Это область вокруг статей и виджетов. Тоже загрузим какой-нибудь легкий повторяющийся фон. Перейдем в стиль контента. И вот сюда загрузим что-нибудь такое невзрачное, серенькое. Например, вот этот фон повторяющийся. Итак, повторяем его весь. Расположение, не важно, прокручивается. Сохраним изменения. И обновим страницу. Как видите, вокруг у нас появился такой вот тоже текстурный фон. Не просто цвет, а фон. То же самое вы можете сделать и с фоном внутри статьи, и с виджетами, и в шапке, и внутри блога. Вы можете поиграться с фонами и создать свой оригинальный, совершенно ни на кого не похожий, внешний вид блога.